Сегодня у нас семейная река, и как мы уже с вами говорили, поговорим о самом главном. Семья. Здоровая семья, здоровая семья или благословенная семья – это основа здорового сообщества. Мы должны понимать, что семья первична, а государство вторична. Понимаете, с семьи все начинается. Нет семьи – нет государства. Вот почему защита семьи означает защиту государства. А разрушение семьи – это разрушение государства. И мы должны быть выше барьеров, которые сегодня нам навязывают. Но перед тем, как рассуждать, немного умных мыслей. Научился говорить – значит вырос. Научился молчать – значит поумнел. Отметьте, может кому-то пригодится. Одна и та же бутылочка воды в супермаркете стоит 20 центов. В спортзале – 50 центов. В баре – 1 евро. В самолете – 3 евро. Все зависит от места, в котором в этой воде нуждаются. Поэтому, когда вам кажется, что вы ничего не стоите, найдите то место, где вы будете дорого стоить. Место встречи изменить нельзя. Если это окружение тебя не ценит ни во что, подумай, пожалуйста. Как зарабатывать при помощи интернета? Я, как специалист, хочу вам посоветовать. Первое. Это осуществляется в два шага. Первое. Отключаем интернет. И второе. Идем работать. И ты заработаешь гораздо больше, чем торчать там сутками. Следующее. Это насчет евреев, о которых мы недавно говорили. Рабинович никак не мог понять Гагарина. Это же надо облететь весь мир и с какого-то перепугу снова вернуться обратно в СССР. Это для взрослых. Молодежь вряд ли до конца этот юмор понимает. Следующий каверзный вопрос. Это для духовных уже. Откуда взялись люди, если у Адама и Евы не было дочерей? У них было только два сына. Ну, это так, для размышлений. Дальше. Если в коробочку положить алмаз, если в коробочку положить алмаз, коробочка станет шкатулкой. А если вы ту же самую коробочку положить огрызок, она станет урной. От тебя зависит, ты шкатулка или ты мусорный ящик. Все зависит от содержания. Пусть откровения Божьи, эти сокровища Божьи, они помещаются в нашу голову и в наше сердце, чтобы мы были не вертепом разборника, а чтобы мы лежили с ним Божьим. Дальше. Беда не в том, что где-то наверху там врут. Беда в том, что где-то там внизу этому верят. Никто им не мешает и никто тебе не мешает им не верит. Пожалуйста, думай то, как нам верить тому, кто выше всех и говорит абсолютную правду и абсолютную истину. Потому что вера отслышание что ты слышишь? В то ты будешь верить. Если ты слышишь слово Божья, откровение, пропитываешься ими, Божья вера поможет тебе победить этот мир. Если ты Бога не слышишь, и твоя вера зависит от слышания вот этого зомбоящика и всей этой пропаганды, но горе нам, потому что жертвы пропаганды они никогда не победят. Ну и еще один еврей. Лев Натанович, вот если бы у вас был миллион, что бы вы сделали? Я бы сделал вид, что у меня ничего нет. В отличие от евреев, мы изучим понтуемся, когда даже вообще ничего нет. Зачем? Мудрость заключается, чтобы знать, что делать и что не делать. Ну и последняя зарисовка это насчет шестер. Скромна до безобразия. А после безобразия опять скромна. Семейная река. Что делать? Мы должны понимать, что в этом пространстве Господь инструктирует и мужчин, и женщин. Потому что это настолько сложный механизм взаимоотношения, механизмы таки простые стандарты. Мужу глава Христос, жене глава муж, детьям там, вот это же. А вот и нет. В каждой семье свое кино и свой сюжет. Потому что есть подкаблучники, которые не могут быть головой. поэтому приходится женщине быть головой. А мужик тогда чуть пониже. Друстинь термана. Поэтому вот, понимаете, да? Что там говорить про наших мужиков? Если даже в семье у Авраама и Сары ждали, ждали ребенка, ждали, 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 не дождались. И потом Сара говорит, Авраам, иди сюда. Авраам, на, чур. Хватит дурака варить. Давай Богу поможем. Палидзайся им Девам. Давай, он видишь, ходит тут вот. Редзи, стаига. Вот это вот. Шить. Видишь там вот? Редзи тут. Посуду моет там вот. Мазга травкус. Мазга травса, да? Те мозга не травса, а еще. Ну, короче, поглядей, пожалуйста. Ну, паскатись, луд. Те нравится фигура, как там все такое? Фигура, он весь паре, Авраам. Авраам, он бы сказал, ты че? Да как раз это можно? Из-за любви, из-за любви к своей саре, переспал с Агарью. Верующему все возможно. Поверил Авраам. Господи, вот тебе стандарты. Вот тебе стандарты. Ты же зачем? Скромна до безобразия. Агарь была скромна до безобразия. А после безобразия была опять скромна. За что ее сара и возненавидела. Поэтому, уважаемые друзья, водительство Духа Святого в каждой ситуации позарез необходим. Потому что нет двух похожих женщин. Нет двух похожих мужиков. Это всегда уникальная комбинация, которая требует всегда специфического подхода. Итак, давайте поговорим сегодня о семье как таковой. Есть очень много определений, что такое семья, кем мы являемся там, в этой семье. И я в последнее время пришел к выводу, что семья это характеристика личности. Скажи мне, покажи мне свою семью и я скажу, кто ты. Когда смотришь актеры, спортсмены, политики, многодетные отцы для своих внебрачных детей, и смотришь, аж внутри вот так думаешь. Характеристика никакая. И когда смотришь даже авторитетных спортсменов, которые миллионы получают и могут быть тоже звездными товарищами, смотришь, семья, шесть-семь детей, и рождается в глубокое уважение даже к этим светским людям, которые окружены своей семьей, своими детьми, и рядом с которыми любимая жена. Уважаемые друзья, мы должны понимать, благословенная семья основа здорового сообщества. Хотим мы или не хотим, это стандарты Божьей жизни. Одно из определений, мы это уже знаем, семья это ворота жизни, и победы. Просто еще раз посмотри на свою семью, что бы там не происходило, какие бы там потрясения не были, ну давай ты сам лично определи, кем должна быть или чем должна быть твоя семья. Какое ты решение примешь, то и будет. поверить твоей, да будет тебе, если ты принимаешь, что семья это ворота жизни и победы, поверить твоей, Господь даст тебе и все устроит. Откуда мы берем вот эти все определения, мы это все берем из слова Божьего, и самое интересное, что жизнь и победа это производная отцовства и материнства. Накно тэвем и материнства. Полноценность мужа в его отцовстве и рида тэвищума. Полноценность жени в ее материнстве. Жених и невеста это статус краткосрочный. После этого они становятся мужем и женой. Но быть мужем и женой это тоже статус краткосрочный, потому что он должен дальше трансформироваться в отцовство и материнство. Это божественный порядок. Это божественный стандарт. И как бы эта современная неолиберальная политика не пыталась все это разрушать и уничтожать стандарты божьи остаются неизменными. Бытие 3.20 1.моз 3.20 Капнем прямо туда посмотрим первое источник. И на реку Адам имя же не своя Ева ибо она стала матерю всех живущих. Когда не было на земле еще ни одного царства, ни одного королевства, ни одного союза, ни советского, ни европейского, когда не было еще ни одной республики, Бог изначально благословил семью. Итак, семья фундамент человеческой цивилизации, основа любого общества и развитого государства. Почему я об этом говорю? Потому что это вопрос не только внутрицерковный и персональный на сегодняшний день. Это вопрос общегосударственный и международный потому что современные неолибералы они выпускают такие законопроекты подписывают законопроекты на основании которых семья как таковая должна быть уничтожена и разрушена. Ну как это понимать? Когда эти главные святыни, которые Бог создал, чтобы муж был отцом, а жена должна быть матерью, то современные американские законы, современные неолиберальные европейские законы говорят, мы упраздним такие понятия как мама и мы перечеркнем такие понятия как папа. Это будет родитель один и родитель два когда смотришь и думаешь, вы что? Что с вами случилось? А кто же тогда будет? Дальше они говорят, нет, родился мальчик не означает, что он мужиком будет. Мы постараемся поменять ему мозги и превратить его в какого-то морального урода, чтобы он после 13 лет девочкой стал. а девочкам объясним, что она может быть. Мальчик, вы понимаете, против семьи на сегодняшний день идет мировая война во всех цивилизованных странах. Почему я об этом говорю? Завтра это нас может коснуться. Мы благословены тем, что еще на нашей территории это консервативное воспитание учителей в школах, воспитателей не позволяют даже нынешним европейским вот этим документам воспитывать детей в таком плане. А ведь представьте, твой ребенок пошел в детсад или в школу. Понимаете, сексуально несозревших детей начинают развращать, несмотря на то, что Конституция страны, она защищает и всякое домогательство. И вот это сексуальное разврат является уголовным преступлением. однако это в счет не идет и детей уже воспитывают вот в таком плане. Начинаются два папы, два мамы, а потом переходит в... Ну, короче, поговорим попозже. Война против семьи нарастает с каждым днем все больше и больше. И насколько церковь будет способна защитить институт семьи, от этого будет зависеть наше будущее. На секунду представь, если однажды твой бы сыночек пришел и сказал, папа, я уже должен вам признаться, что на самом деле не сыночек, а я ваша доченька. Вот на секунду, что в твоей голове бы происходило? Что в твоем сердце происходило? Если ты любишь меня, ты должен меня принять таким, как ты мне принять. А если ты вдруг начнешь мне лекцию читать на религиозную тему, звонок, ювеналы приедут и просто лишат вас родительских прав, этот фашизм уже происходит и в Америке, и в Европе, и добирается сюда. Поэтому это не просто какая-то философия, оторвана от жизни в облаках. Это угроза, которая нависает над нашими семьями, и мы должны, во-первых, думать об этом, как мы поведем себя. Представляете себе, недавно мой друг рассказал, это в Америке. Ну, представляете себе, просто подростковая какая-то группа. И учитель встает и говорит, вот мальчик, которого вчера звали Людвиг, сегодня теперь вы можете называть его Мара. И кто смеется будет, то мы будем того наказывать. Пожалуйста, Мара, выйдите сут. Я не анекдоты рассказываю. Вот такой дурдом начинает происходить там, где нас нету. Если мы будем как сектанты отгараживаться вот такими стенами, завтра мы не узнаем окружающего сообщества. И тот, кто будет обижать вот эту Мару, который превращается в Шмару, то тот будет нести ответственность. Понимаете, это работает система. Это не просто отдельный персональный случай. Насколько Бог хочет семью превратить в ворота жизни и победы, насколько дьявол хочет превратить эту семью ворота смерти и поражения. За последних два-три года даже в Латвии у нас поменяли пол порядка 75-80 человек. Об этом никто не пиарит, но когда ты начинаешь разговаривать со специалистами, нашими гинекологами, знакомыми, вы знаете, это просто кошмар. Даже в Советском Союзе были какие-то исключения из правил, когда пол менялся. И, кстати, эту операцию делал кто-то один из известнейших врачей Латвии. Но прежде, чем поменять пол, и то это в исключительных случаях, три или четыре года морально готовили, чтобы вся система психологии, внутренняя физиология, она могла перестроиться. И когда делали вот эту смену пол, в некоторых случаях это имел какой-то положительный эффект. А здесь каких три года? Как четыре года? А-ля-ля, траля-ля. И представляете себе, дети? Да, я хочу. Тринадцать лет, четырнадцать лет. И что происходит? После того, когда психологически и физиологически неподготовленных людей подвергают вот такой трансформации, неперестроенная физиология, она требует у этого, как бы сказать, мутанта возвращения назад. Но, к сожалению, трагедия вот этих экспериментов заключается в том, что пол поменять, девушка захотела стать парнем, ей сделают эту операцию, но когда она вдруг проснулась в один прекрасный день и говорит, какая дура конченная, что же я себе натворила? Я хочу вернуться, а дороги назад уже нет. Вы понимаете, трагедия в чем? И среди вот этих вот товарищей начинается огромный процент суицидов, потому что жить в таком образе невозможно, вернуться туда невозможно. Что остается? Вот и все. И сокращается, сокращается, сокращается наше население, а вот эти бедные люди, как жертвы этой пропаганды, они становятся самоубийцами. Уважаемые друзья, во-первых, мы должны молиться о том, чтобы Бог хранил нашу законодательную власть и защитил наш институт семей от этого безумия и от этого абсурда. Семья, которую Бог создал, это фундамент человеческой цивилизации и основа любого общества и развитого государства. Самое отвратительное или что больше всего лицемерного вот в этой всей, как бы сказать, теории и революции этой неолиберальной, что все эти профессуры, все эти специалисты, все эти хирурги, все эти пропагандисты, они все имеют семью. Они являются женщиной или мужчиной. У них у всех есть дети. Они все родились в семье и лицемерие заключается знаете в чем? Что мы будем вот этих пролетариев уничтожать. Мы будем над ними делать эти эксперименты, а мы элита. И нас это не коснется. Мы должны понимать, друзья, что они полубоги и к ним это не относится. Они нас хотят в стадо баранов превратить и эту экспериментальную категорию людей, но мы должны сказать решительное нет. Где бы мы ни говорили, о чем бы мы ни говорили, наша позиция остается неизменной. Итак, Бог определил фундамент цивилизации, Он сотворил Адама и Еву, и они принадлежат друг другу, и они не могут быть один без друга. Мужчина и женщина. Бог определил рождение жене, слава Богу, а не мужу. Я когда смотрю, как мучаются женщины, мы бы мужики не выдержали вообще. Меняют пол мужику, да попробуй тебе родить одного ребенка, ты помер бы десять раз во время этих родовых мух. Это такой абсурд. Божьи стандарты прекрасны. Муж, жена, происходит соитие, совокупление, происходит этот весь внутренний фантастический феноменальный процесс зарождения жизни. Бог устроил женщину так, что там внутри происходят эти невероятные божественные феноменальные процессы, где просто рождается жизнь. И там, во чреве, этот ребенок для меня до сих пор непонятно. воде, он там в воде, дышит и ручки у него, и ножки, и все. И потом в свое время происходит это чудо рождения. Вы знаете, когда Бог все это прекрасно сделал, научно все обосновал, вдруг появляются палачи и инквизиторы цивилизованные, которые говорят, нам это все не нужно. Разрушая семью, эти товарищи разрушают человеческую цивилизацию. Вы знаете, Бог вступит и защитит. Итак, напомним, главная достоинство полноценной жены заключается в ее материнстве. Вот смотрите, недавно я разговаривал с одной парой, они говорят, как нам строить отношения? Моя жена не так достаточно правильно ведет, которые не соответствуют моим правилам. Симпатиям, антипатиям, когда я смотрю, что уже эта пара за 40, за 50, 40 пара, 50, а дети есть? А детей нет. Вы знаете, когда вот муж и жена уже в таком возрасте начинают друг друга перевоспитывать, ты не перевоспитаешь. В таком возрасте никто уже меняться не собирается. Единственное, что в таком возрасте может вас объединить, сроднить и сблизить, это дети. Это дети. Поэтому Бог и сказал, что именно дети, плод чрева, это то, что будет объединять, соединять и даже трансформировать взаимоотношения. Я честно скажу, мы уже 43 года с Ольгой вместе. Я благодарю Бога, что у нас дети есть. Потому что когда, знаете, один гений, это гений, а когда два гения, это трения. И когда мы начинаем выяснять какие-то отношения, а у меня такой взгляд, а у меня такой взгляд. Думаю, Боже мой, знаете, какое самое главное утешение, когда приезжают дети в гости. И когда приезжает Маша, у него свое кино. Таня, Настя, с Вен-Ларсиком. Думаю, наличие детей оздоровляет и исцеляет даже самые критические конфликтные взаимоотношения друг с другом. Вы со мной, нет? Вы принимаете это? Рожайте пока можно! Рожайте, а не выясняйте отношения. Бог дает детей для того, чтобы семья была уютной, благословенной и прекрасной. И, как мы говорим, главное достоинство и полноценность жены заключается в ее материнстве, а главное достоинство и полноценность мужа заключается в его отцовстве. А главное достоинство семьи это быть вратами жизни и победы. Вот я не знаю, когда Гидеон подошел ко мне и говорит, я скоро буду папой. Я смотрю в его глаза. Это, друзья, это не просто как бы вам сказать аспект взаимоотношения его к его супруге. Это совсем другой аспект, что через рождение детей взаимоотношения мужа и жены они неизмеримо поднимаются выше и они становятся ближе. Я смотрю в его глаза, они сияют. Я его обнял, ну какой ты молодец. Прошли такие испытания. И когда они прислали вот недавно вот эту фотку, я настолько был счастлив, и я просто да внутри какое-то торжество такое, Боже, твои стандарты работают. После того, когда Настя удостоила меня чести быть дедом и подарила вот такого вот Ларсика, внучка, я был настолько счастлив, раньше я был в центре внимания. Когда мафия собиралась, я там что-то рассказывал. Сейчас Ларсик в центре внимания. Все собираются. На от, на от. Они дома, Настя ему постоянно эти наши хиты. Деда, это деда, Боже на от, на от, о, готова спотеть, ох. Ну, молодец, Настюха, пропитываешь его. И он в центре внимания. Все умолкают и на него смотрят. Знаете, это великое благословение. А когда Настя сообщила, что они ждут второго, и говорит, посмотри, очень скоро будет пополнение. Ребята, я честно вам скажу, я вот просто как отец моей дочери, я просто переживаю какое-то перевоплощение, что ли. Я переживаю тысячный раз переоценку, как важно иметь семью, потому что в рождении детей сокрыт источник такого вдохновения, такого исцеления, такого благословения, чего ты просто вот в персональных взаимоотношениях никогда не добьешься. Сколько там секс берет времени, а? В неделю. Сколько в месяц берет? Это все ерунда. Вопрос не в этом. Вопрос что в результате этого секса происходит, а? Боже, благословение это дети. Дети. Это не 15 минут в день. Это всю жизнь рядом с тобою. Ну, не будьте такими серьезными. Дети это наше благословение. Аминь. Благословенная семья это семья, которая имеет потомство. Давайте согласимся. Это великое благословение. Грядущее поколение. Бытие один 27 28 и сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину сотворил их и благословил их Бог и сказал им вот посмотрите в чем заключается благословение брака. В чем заключается благословение семьи. И сказал им Бог плодитесь размножайтесь наполняйте землю обладайте ею владычествуйте над рыбами землями а тогда аквариумов еще не было над другими рыбами над всеми и так далее. Обратите внимание когда еще не было ни одного государства и ни одной республики страны Бог уже благословил семью. Давайте эти тезисы пусть останутся в памяти. Когда на земле еще не было ни одного государства Господь сотворил и благословил семью. С нее все началось. Семья это колыбель жизни корневища всей человеческой цивилизации. Именно семья была в основе и она была корневища. Плодитесь и размажайтесь и вайруйтесь. Вот для чего семья нужна. Цивилизация земная благодаря семье плодитесь и размажайтесь наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте над всем живущим. Уважаемые друзья, мы должны понимать с вами, что те народы, которые выполняют эту заповедь, плодятся и размножаются, они будут владычеством. А те страны, которые деградируют, не плодятся и не размножаются, они будут зависеть от тех стран, которые плодятся и размножаются. Понимаете? Божья воля, чтобы рождаемость в стране, она доминировала над смертностью, потому что если в данной стране Латвия к таким странам как раз относится, что на смертность, она зашкаливает над рождаемостью, и по сути Латвия это вымирающая страна. Вы понимаете? А когда мы про мусульман говорим, там они плодятся, размножаются, поэтому они владычествуют и обладают землей. Они пришли тысячи пять где-то пришли в Германию этих мусульманских семей. В каждой семье через лет пять, десять появляются по десять детей, и люди говорят, что делать, что делать, а исполняется заповедь. Если страна плодится, размножается, она будет владычествовать и обладать. А если она сокращается, полтора миллиона в Латвии. Кто-то говорит, один миллион восемьсот тысяч. Каких восемьсот тысяч? Восемьсот тысяч живых людей. Проедьте, пожалуйста, по Латвии. То, что Латыш уехал и не вычеркнул себя здесь из этих документов, это не означает, что он здесь. Мы вот путешествовали вчера в Гулбану, едем, пустые города, пустые села, людей как будто нет. Государство наше или правительство, оно не заинтересовано в том, язык защищать надо, а мозги не надо защищать, а деторождение не надо защищать. Кому этот язык нужен, если страна вымирает, а? Язык вымирающей страны. Ах, какая забота, а? Начинайте платить матерям вот эти вот пособия, сделайте деторождение выгодным для семей. И мы увидим другой демографический портрет нашей страны. Когда сможем, может, безумие какое-то, при чем тут язык? Гитлер вообще-то говорил на немецком. Может, давайте запретим немецкий язык? Гитлер вообще-то ездил на Мерседесе. А может, тот, кто сегодня ездит на Мерседесе, это настоящий фашисты, Ну, понимаете, куда, что за политика сегодня? При чем тут язык? Я русский, но я не советский. И клеить русским людям вот этот безумие, абсурд кремлевский, это просто идиотизм полный. Боже, дай нам мудрое правительство, которое бы заботилось в первую очередь о семье, в первую очередь о демографии, чтобы одна же Латвия вообще не исчезла с лица земли. Плодитесь, размножайтесь, владычествуйте над всем живущим. Я благодарю Бога, что сколько лет это было, седьмой или восьмой год, когда Айнар Шлессер первый раз пошел в политику, в правительство, это была первая латвийская партия, новое поколение вместе с этой христианской партией. Первую очередь, что мы защищали? Мы защищали семью, мы протестовали против всех ЛГБТ, парадов и всех. на нас многие смотрели, говорят, ко мне один там епископ из Украины, Алексей, что ты с этими педиками связался там со своими? Я говорю, во-первых, они не мои, а во-вторых, я с ними не связался. Мы защищаем институт семьи на законодательном уровне, и представьте себе, на законодательном уровне были внесены поправки, что брак в Латвии, а Латвия была уже в Европейском Союзе, что мы в Латвии брак обозначаем как союз между одним мужчиной и одной женщиной. Уважаемые друзья, мало кто это до конца понимает. Многие пропускают, пока тебя это не коснется, пока твои шкуры это не коснут, пока твоих детей это не коснут, моя хата с краю, а когда хата будет гореть, она сгорит быстрее, потому что никто тебе помогать не будет. Уважаемые друзья, это вопрос не просто церковный, это вопрос не просто какой-то семейный, это вопрос общегосударственного. Итак, рождение детей это рождение народа, рождение племен, языков и наций. Представьте себе, все гении, представьте себе, вот Эйнштейн, вот тебе, пожалуйста, Дерек Принц, вот тебе, пожалуйста, Кеннет Коппен, вот тебе, пожалуйста, Лютер, вот тебе герои, гении, они родились, и слава Богу, что они родились, они могли не родиться, если бы вот такая вот, вот такая политика была, поймите, рождение ребенка, мы даже не представляем, это рождение каких грядущих благословений, а если нет рождения детей, демографическая катастрофа, деградация и вырождение гарантирована, если нет рождения детей, а когда сегодня статистика показывает нам, что из ста браков, которые заключаются в Латвии, 80 рушатся и разводятся, ну, Боже мой, а сколько абортов, а сколько детей брошенных в бэби-боксах, как будто дьявол просто мы разрушим семью, мы разрушим фундамент, мы разрушим основания, и от этой страны ничего не останется, Бог поругаем не бывает, Он ждет, когда праведники начнут возвышать свой голос и защищать свою страну, рост населения страны ведет к владычеству, а сокращение населения превратит страну в колонию, почему Китая все боятся, почему боятся Китая, миллиард, сколько, 300 миллионов, представляете себе, представляете себе, население миллиард, ты в любом случае будешь уважать этот миллиард, цены а сколько у вас 800 тысяч, а, лилипут, проходи дальше, мы с вами должны понимать, а потом говорят, что церкви не растут, где грешников брать, эти грешники уже все наши церкви обошли по пять раз, те, кто были здесь, пошли туда, пошли сюда, и когда там евангелизируют там по центру, там в основном иностранцы приходят, я, друзья, не иронизирую, я просто говорю, семья, и еще раз семья, и еще раз семья, это фундамент, это гарантия нашего будущего, и так, друзья мои, казалось бы, такие прописные истины, а ведь представляете себе, на этом фоне нелепую идиотскую теорию Дарвина, я помню, когда я учился, и в школе, и в университете, представляете себе, лекция, теория Дарвина, раз Бога нету, человек как-то должен был появиться, и откуда же он появился, он появился от обезьян, и для меня это было, знаешь, когда ты, даже будучи баптистом, Библию же читаешь, людей всего мира сотворил Бог, а коммунисты произошли от шимпанзе, горилл и вот этих мартышек, они произошли от обезьян, это всегда был какой-то такой для меня, ну, хочется логику узнать, я помню, как после одной лекции, я ехал вместе, тогда все бедные были, преподаватели машины не было, они на троллейбусах ездили, и мы ехали вместе с ней, я говорю, ну, а можно вопрос? Это пожалуйста, я говорю, произошел от обезьяна, да, а обезьяны от кого? Ну, не задавай, пожалуйста, глупых вопросов, я говорю, так, ну, все-таки, если вы добрались, да, это и истина, что человек от обезьян произошел, откуда обезьяны появились? Ну, это другая тема, вы понимаете, да? А совсем недавно вскрыли секретные документы, которые говорили о том, что Сталин хотел создать новую категорию людей, и теория Дарвина, она была лишь только прикрытием, когда они внимательно изучали поведение обезьян, там было нечто человеческое, они что-то могли делать, похоже на людей, и когда я увидел это, фамилии этих ученых, которые решили спаривать женщин с этими обезьянами мужского рода, обезьян везли сюда, в Советский Совет, для того, чтобы соединять, чтобы вот это все безумие творить, и там свидетельство, сколько женщин соглашались на этот эксперимент, сколько мужчин везли в Африку, потому что план был такой, мы создадим новую расу, люди, которые будут пахать, люди, которые будут воевать, люди, которые будут терпеть, но не шевелить мозгами, создать вот такую вот, однажды я вам покажу этот материал, и вы представляете, ученые работали, в лабораториях работали, так же, как сейчас, многие пытаются делать вот как суррогатное материнство, а там было, представляете себе, эти яйцеклетки обезьянные, и эти все вот человеческие, я когда служил, у меня крыша ехала, да вы что, всерьез, всерьез, это все было под секретом, и надо же тому случиться, ни один случай вот этого скрещивания не принес желаемого результата, а что Сталину осталось сделать, обвинил в антисоветизме всех этих ученых, всех, кто там это делал, в кулак всех, все засекретить, думаю, Боже, что только эта страна не переживал на своей шкуре, Господи, Боже мой, и когда сейчас какие-то парады, победы какие-то, какие победы, тот же Сталин 20 лет после 45-го года отказывался, потому что это была не победа, а позор, и сегодня кто-то еще этому верит, Боже, останови это безумие, и суди это проклятие, которое там до сих пор находится, когда же там начнется настоящее протестантское движение, которое вскроет эту всю кровожадную систему, и представляете себе, мракобесие, создать расу от людей и обезьян, чтобы Дарвин там был главным покровителем, Боже, какая чушь, какое мракобесие, и какое богохульство, которое происходило в этой стране, после союза мы оказались с вами в союзе европейском, эти ребята стараются не отставать, и этот обезьянник европейский оказался еще более изощренным, какие там мартышки из шимпанзе, даже у обезьян, вчера, которые отрицали Бога, была традиционная семья, мужчины и женщины, самки и самцы, которые сами, не понимая того, производили свое потомство, даже обезьяны размножали, а тут современные европейские революционеры решили пойти дальше, не просто продолжить примитивную идеологию полуобезьян, они решили пересегалять революционеров пролетарских и устроить революцию гендерную, какой уж там Дарвин, какой уж там зоопарк, отрицая Бога как Творца, они изуродовали и пытались перепрограммировать его творение. Мы упраздним священные понятия отца и матери, это ты, Господь, придумал только два гендера, мужчину и женщину, а мы нас другая штук 50-60 таких различий. Итак, я хочу вашего внимания, чтобы понимали, что это не пустые слова, увидеть безобразие современного Европейского Союза на фоне того богохульства, которое происходило в Союзе Советском. Итак, самое интересное, что современные неолибералы, они пытаются, ну, не полуобезьян, которые Сталин хотел создать, они говорят, мы создадим такой разряд людей, которые будут и не мужчинами, и не женщинами, они будут просто не бинарами. Это сумасшествие. Итак, внимание на экран. Не бинарные люди или гендер квиры чикарамента не вписываются в общепринятую систему двух полов. Придумать вот эти слова гендер квиры. Они не вписываются в общепринятую систему двух полов. слов. В такой системе запрещено гендерное выражение, не совпадающее со стандартными представлениями о мужском и женском. Общий термин небинарность включает других людей, которые идентифицируют себя как а-гендеры или гендерлессы, которые отрицают свою гендерную идентичность. Вы представляете? Придумать такую чушь, а? Столько новых терминологий, чтобы оскорблять и богохульствовать на территории семьи. а-гендеры, гендерлессы, придурколессы. И вот дальше смотрите, что? Андрогины еще вот такие. Незнакомые, да? А пол Европы уже есть. Андрогины. Привет, я Андрогин. А я Чикарамент. Вы понимаете, дьявол хочет превратить людей в какой-то дурдом на колесах. Итак, Андрогины балансируют на грани между мужским и женским. А бигендеры ощущают себя то в женском, то в мужском. Оле! А гендерфлюиды, это не все еще запомните, зафиксируйте, не дай Бог, чтобы кто-то из нас еще оказался. На следующем семейном служении скажу. Уважаемые гендерфлюиды, выйдите вперед, пожалуйста. А также я вперед приглашаю андрогинов и бигендерминов, вы представляете, как дьявол издевается над Божьим творением, мужчина, а ему начинают пятьдесят гендерных различий. какая наша реакция а это не просто прикол и комедий клуб это европарламент который узаканивает вот эти правила и это рано или поздно придет к нам гендерфлюиды плавают между всеми возможными гендерами количество гендеров в человеке вне семьи будет определяться по количеству бесов живущих в его натуре это уже мой тезис когда я вот это все прочитал у меня другого уже другой формулировки не было количество гендеров в человеке вне семьи будет определяться по количеству бесов живущих в его натуре вы можете на секунду на этой базе сегодня детей воспитывают то что я читаю вы ржете над этим это учебная программа вот это ЛГБТК образование это ребенок сидит и он это слушает почти как арифметику ну раз так значит так представьте ладно гомосексуалист мужик и мужик а здесь бигендеры гендеры утром утром ты можешь себя чувствовать как мужик а к вечеру ты можешь ощутить себя как женщина вот почему утром у тебя должен быть один партнер а вечером другое вы представляете это происходит вокруг нас и Бог на это смотрит я представляю какой гнев какой гнев на небе открывается на всякой нечестии и неправду людей которые подавляют истинную ложь и так друзья я думаю что наша главная цель наша главная цель уповать на Господа Исайя 40 31 чему я это говорю новое поколение как всегда опережает события когда мы в 90-х начали говорить об этом я написал вот эту брошюру гомо европетикус в Латвии о том что европейская цивилизация будет разрушена двумя волнами первая волна это гомосексуализация а вторая волна это исламизация надо мной ржали и говорили что ты говоришь приходит время и люди это видят сегодня мы говорим то о чем всерьез заговорят наши церкви наши христиане может быть лет через пять через семь но если Бог предупреждает давайте внимательно это слушаем потому что предупрежден значит вооружен мало ли там они отгрозят вот этими законами или вот этими законами Исайя 40 31 мы относимся к той категории людей которые выше всех этих барьеров и к той категории людей которые верят Богу больше чем этим законам европейским Бог сказал не называйте заговором того что люди называют заговором и не страшитесь того что они страшатся потому что Бог я буду на вашей стороне читаем а надеющиеся на Господа есть ли в этом зале такие люди которые надеются на Господа подними руки если ты надеешься на Господа амин смотрите к нам это относится а надеющиеся на Господа обновятся в силе поднимут крылья как орлы потекут и не устанут пойдут и не утомятся и так друзья мои Бог нас создал не для поражения Бог нас создал для победы если я рожден от Бога я рожден побеждать если Бог за нас кто против нас прошли мы это мракобесие советское пройдем мы это мракобесие и европейское вы верите в это рука его не сократилась чтобы спасать ухо его не отяжелело чтобы слышать ему надлежит царство да коли все враги не будут положены подножие ног его и так уважаемые друзья последняя тезиса после чего мы будем молиться и так судьба семья дименес ликтенц и так судьба семья дименес ликтенц твоей тавас моей семья его и ее быть не воротами абортов и разводов вратами смерти и поражения судьба быть не жертвой этого обмана наша судьба быть головой а не хвостом его рука не сократилась чтобы спасать и ухо его не отяжелело чтобы слышать через мою жизнь Господь будет вторгаться в мое родство в мой город и в мою страну во Христе Иисусе я не носитель родословного проклятия я носитель родословного благословения и славы Божьей в лице Иисуса Христа я и дом мой я и дом мой мы будем слушать Господу я и вся моя семья ворота жизни и благословения семья это основа национального достоинства а если нет семьи у государства нет будущего вот почему защищаем институт семьи сотворенный Богом мы защищаем национальные интересы Латвии и гарантированное благословение наше государство во имя Иисуса Христа мы будем плодиться и размножаться мы будем владычествовать и обладать землей провозглашая в своем народе Евангелие царства давайте вместе провозгласим пожалуйста все эти тезисы одно дело ты слышишь второе дело ты складываешь но тезис или главный девиз сильного человека я изрекающий правду сильный чтобы спасать и так судьба семьи быть не воротами давайте начинаем еще раз и так судьба семьи давайте вместе чтобы это было единодушно 3-4 и так судьба семьи быть не воротами абортов и разводов вратами смерти и поражения судьба моей семьи быть воротами жизни и победы моя судьба это ворота жизни и победы моя судьба быть проводником благословения и успеха через мою жизнь господь будет вторгаться в мое родство в мой город и в мою страну я не носитель родословного проклятия я носитель родословного благословения и славы Божьей в лице Иисуса Христа я и дом мой мы будем служить Господу я и вся моя семья ворота жизни и благословения еще раз мне нравится там почти рифма я и вся моя семья вместе еще раз я и вся моя семья ворота жизни и благословения я амэн бог благ дальше семья давайте это провозгласим уже так в духовный мир семья это основа национального достоинства а если нет семьи у государства нет будущего амэн мы однажды соберемся перед саймом и озвучим эти постулаты и скажем национальная идея Латвии должна быть сформулирована именно на основании этих важных откровений сегодня у нас такой праздник латыше опять победили в хоккей гей не играет в хоккей но однако же Латвия снова победила мы вчера возвращались из Гулбана смотрим весь город люди идут в этих футболках мы посмотрели что же там случилось с кем Латвия играла с Норвегией и когда мы посмотрели результат у нас чуть тормоза не отказали Астони нули мы победили мы победили давайте хоть порадуемся этому 8-0 раньше как говорят в сухую 6-0 да а здесь 8-0 и второй праздник это день восстановление независимости Латвии 90-го года произошло в 90-м году произошло это 4-го мая Латвия не откривая сатя уношен с Диэна Латвии вы хоть понимаете о чем речь у меня один только вопрос от кого независимость а от кого осталась зависимость так бы хотелось друзья что если мы говорим про праздники независимости чтобы от этих проклятых систем быть независимым абсолютно тогда этот праздник имел бы большой смысл амин мы должны быть независимы от этой проклятой системы и быть абсолютно зависимы от нашего Господа Иисуса Христа вот такой у нас семейная река получилась давайте закроем глаза помолимся чтобы Бог помог нам растворить верою все это послание эй музыканты вы где драгоценный Дух Святой мы благодарны тебе что ты на этом месте благодарим тебя драгоценный Господь за то что ты бодрствуешь над словом Своим ты благословляешь нашу страну ты благословляешь нас мы не исчезли с лица земли благодарим тебя что можем проповедовать Евангелие благодарим тебя что можем поклоняться тебе благодарим тебя что нет войны на нашей территории за мирное небо благодарим тебя за откровения твои и просим тебя защити институт семьи в Латвии и чтобы никто не мог превратить нашу страну в Содом и Гоморру пусть на этой земле семья будет защищена пусть благословенная семья будет основа нашего великого будущего любим тебя Господь наведи порядок в наших домах наведи порядок в наших семьях пусть все конфликты закончатся и пусть будет благословение Твое пусть наши дети будут счастливыми и защищенными пусть наши жены и мужья будут Господь благословены пусть божественный порядок пребывает в наших домах мы любим и поклоняемся Тебе теперь возьмите пожертвования возьмите свои приношения в расчете что у нас и 12 лет спустя будет в ноябре и что у нас еще будет эта конференция пророческого поклонения которая тоже будет требовать больших расходов поэтому все что Бог положит на сердце сделай это приношение давайте поднимем наши жертвы и мы помолимся скажи Отец Небес благодарю Тебя за то что Ты мой Бог за то что мы с Тобой в словете благодарим Тебя что небеса открыты над нами и ангелы Твои сопровождают нас благодарим Тебя за наши дома и семьи благодарим Тебя за наше родство и пусть это безумие неолибералов не коснется посрами всех врагов и останови всякое безумие мы приносим эти жертвы чтобы не стать жертвой провокации и различных обольщений пусть имя Твое прославится пусть имя Твое возвеличится во имя Иисуса Христа Амин пожалуйста пустите сокровищницу по залу и мы будем поклоняться имя лучше всей дыбром всей полы сто и но сердце вновь поет наш Бог так велик имя наш Бог так велик наш Наш Бог так велик, мы поем, наш Бог так велик, видят все, наш Бог, наш Бог так велик, как 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 велик Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok